На прошлой неделе одной из самых обсуждаемых тем стал выпуск ежегодника полиции безопасности. И сегодня в студии мы обсудим его ключевые темы, а также задачи его составителей, заместителем гендиректора полиции безопасности Эриком Хелдман. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, сразу обращает на себя внимание обложка свежего ежегодника КАПО. Она выполнена в темной такой цветовой гамме. Обычно более светлые тона использовались. С чем это связано? Ну, увы, теракты, которые на протяжении последнего года и в этом году уже имели место в разных европейских странах и во всем мире, конечно же, заставляют задуматься о том, какие трагические события это были. Если мы обсуждаем сейчас выпуски ежегодника КАПО, полиции безопасности, то самые разноречивые можно было услышать комментарии. Например, Игорь Грязин считает, что он, этот ежегодник, бессмысленен, по сути, поскольку секретные данные полиция безопасности все равно обнародовать не может и не имеет права. Что вы на это можете сказать? В этом смысле господин Грязин прав. Действительно, секретные данные мы не имеем права разглашать. И главная цель ежегодника – это насколько возможно все-таки показать, чем, исходя из своих четырех самых основных задач, полиция безопасности занимается. То есть дать налогоплательщику, так сказать, отчет о том, что за его финансы в прошлом году было выполнено. И практика довольно-таки многих стран в последнее время о том, что и структуры безопасности, да и полицейские структуры пытаются как можно больше показать, так сказать, и не всегда видную часть своей работы. Вы упомянули о четырех задачах. Что это за задачи? Какие задачи? Которые исходят из закона специальных служб, статья 6, которая говорит о том, что главная задача полиции безопасности – это защита конституционного строя, контрразведка, в том числе защита государственной тайны. Это борьба и предотвращение терроризма и борьба с той формой коррупции, которая может принести угрозу безопасности государства. В русскоязычной прессе активно обсуждалась история с мэром Нарвы Тарма Тамиста, который попал на фотографию в ежегоднике Капо, вот на 11-й странице. Я вижу, здесь он находится в момент подписания договора о дружбе между Нарвой и Кингисеппом. При этом в самом ежегоднике Тарма Тамиста никак не упоминается, но фотография вот такая вот красноречивая. Я думаю, что ни один эстонский политик на самом деле попасть в ежегодник Капо не хотел бы. С какой целью, например, такие снимки публикуются? Если вы посмотрите, в какой рубрике это было опубликовано, которая говорит именно о такой агрессивной пропаганде против Эстонии, то это один просто из тех примеров, когда человек, исходя из очень нормальных побуждений сотрудничества между двумя городами, быть может использована из-за таких маленьких символов, вообще абсолютно в другом ракурсе, и преподнести это как будто бы, так сказать, маленькую победу другой пропаганды, что видите, наши идеи. Вы имеете в виду Георгиевскую ленточку на лацкане у Мэра Нарва, да? Например, которая ведь, как мы все хорошо знаем, по-настоящему обозначает отнюдь совсем другие вещи, память о героях и так далее. Но в некотором пропагандистском таком ракурсе может быть использовано совсем по-другому. И именно поэтому такие вот фотографии, как просто яркий пример того, как может одна нейтральная информация быть преподнесена вообще в другом светроакурсе, это, я думаю, характеризует довольно-таки хорошо поведение официальной структуры нашего восточного соседа. Но вот если вы называете это нейтральной информацией, может ли это, например, навредить репутации того же таммиста, потому что его все увидели именно в ежегоднике Капо, и теперь все будут думать о нем плохо, хотя бы вроде ничего такого плохого о нем и не написали открыто. — Ежегодник Капо — это не какая-то такая рубрика, где публикуется черный материал неопубликованных уголовных дел, или на кого-то ставится клеймо. — Ну, своего рода часто воспринимается это как черный список, да. — Могу вам утвердить, что полиция безопасности никак не воспринимает наш ежегодник как черный список. И еще раз, идея этого ежегодника никак не в том, что вставить на кого-то клеймо. Это идея о том, чтобы показать, какие самые такие яркие примеры тех угроз, которые вокруг нас, в том числе враждебная пропаганда. Увы, из всех таких называемых пост-тру фактов — это просто один из примеров. — Внимание многих привлекла и история о петербургском скинхеде, который приехал сюда на слет ветеранов в Синеме для того, чтобы дискредитировать историю. Вот это, выявление этой информации — это, скажем так, ваша рабочая версия, или это уже полностью проверенная информация, соответствующая истине на 100%? — Это проверенная информация. И вопрос не в том, что нельзя было бы найти в Эстонии двух или трех таких лиц. Конечно, можно. Вопрос просто в том, что для того, чтобы как можно больше дискредитировать, идут в ход абсолютно все методы. И вот это прискорбно, что вместо того, чтобы действительно посмотреть на те проблематичные вопросы истории с нейтральной стороны, пытаются использовать даже такие методы. — Вам было известно о его приезде заранее? Как это все вскрылось вообще? — Как это все вскрылось, увы, все эти категории уже остаются именно в ту часть, которая не публикуется в ежегоднике. Но уже когда человек был в Эстонии и удалось установить, какие его реальные побуждения, конечно, исходя из закона, его виза была аннулирована, и он был выдворен из страны. — Но есть похожая история, когда были недопущены беженцы, по сведениям полиции безопасности, связанные с исламскими экстремистами. Все-таки их удалось как-то остановить, а скинхед попал к нам в Эстонию. — Тут мы имеем все-таки немножко другую ситуацию. Что касается беженцев, то проверка этих лиц... Во-первых, мы видим лицо в лицо. То есть Эстония — одна из тех стран, которая очень-очень досконально проверяет информацию о тех людях, которые к нам приезжают. — То есть это личные интервью какие-то проводят? — Это личные интервью, это проверка как можно больше данных об этих лицах именно на месте, уже в этих лагерях беженцев. И я думаю, что, и дай бог, чтобы это так осталось, Эстонии удалось избежать, наверное, очень многих тех негативных сценариев, которые, увы, имели место в других странах. То есть мы будем продолжать эту работу точно так же. Мы не можем дать стопроцентной гарантии, что в Эстонию не попадут люди, которые очень отрицательно настроены к нашим законам. Но мы будем делать всё возможное, что от нас зависит. — Ну, ещё одна тема, которая активно обсуждается и затрагивается, в частности, и в ежегоднике полиции безопасности, это планы прокремлёвских сил по созданию в Европе большого медиа-центра с привлечением активистов, журналистов, создающих угодный, соответственно, России контент. — Я бы уточнил официальному Кремлю. То есть нет смысла ставить всегда Россию как страну в один и тот же, так сказать, рак. — Вариацию с официальным Кремлём. — Ну, кстати говоря, спасибо за это уточнение, потому что у нас часто эти понятия... — У нас работает очень много людей, у которых родной язык, русский язык, и они никак не могут себя считать частью этого компонента. — Мы вчера в редакции обратили внимание на интересное совпадение. За последние несколько дней сайт информационного агентства БНС несколько раз подвергался каким-то атакам, по всей видимости, потому что там очень серьёзные технические сбои. Вчера сайт не работал практически целый день, и мы обратили внимание на то, что случайно это совпало или нет. Но это произошло после того, как БНС закрыл доступ к своим новостям российскому информационному агентству «Спутник». — Что скажет полиция безопасности? Это случайность или нет? — Полиция безопасности всегда очень тщательно проверяет все те маленькие или большие намёки, или осколки информации, которые к нам поступают. И, конечно, кибербезопасность является очень важным компонентом предотвращения и террористических актов, потому что кибертерроризм — это тоже, увы, реальность на сегодняшний момент, и точно так же и кибершпионажа. То есть комментировать мы на данный момент это ещё не можем, потому что никогда не хочется говорить о каких-то спекуляциях. Что касается таких вот центров, я даже сказал бы не информация, а именно дезинформация, ведь, увы, найти там таких реально проверяемых фактов довольно-таки сложно. Конечно, опять-таки, это один из таких примеров, который, по-моему, очень прискорбный, потому что информация должна быть для того, чтобы люди могли бы на её основании делать для себя какие-то выводы. — Ну, это отдельная большая тема для разговоров, потому что, к сожалению, однобоким освещением тех или иных событий страдают в той или иной степени все средства массовой информации. В гостях у нас был заместитель гендиректора полиции безопасности Эрик Хелдна. Благодарим вас. Мы же продолжаем наш эфир музыкой, после чего вернёмся к свежим газетам.